Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам рассказать о подкормке бегонии Элотиор. Вот часто бытует мнение, что бегонии Элотиор капризные и вообще там плохо они растут. Да, это неправда. Растут нехорошо. Нужен к ним такой своеобразный подход. Подход заключается в чём? Рассказываю вам то, как я это делаю. Видите, какие бегонии? То есть они у меня такие жирноватые, я бы сказал. Вот сейчас у этой бегонии даже я поправлю листок, так как он такой под низом, под низ залазит. И в общем, если их так хорошо подкормит, то это у них будет, ну, выровняется. В общем, по подкормкам. Во-первых, первое, бегонии Элотиор хорошо реагируют на гуматы. Гуматы, какие у вас есть. У меня есть гумат кальция, гумат натрия. И, в общем, вот эти вот бегонии я поливал гуматом. Они, как вы видите, во-первых, растут на фитиле, но это не важно. Я просто свои посадил, так как мне некогда ухаживать в частности полив. То есть мне проще налить там раз в неделю им воды с удобрениями или без, и они эту воду пьют. Как видите, они цветут. Эта жёлтая бегония, она вообще укоренялась лучше, так как она при пониженных температурах вообще укоренялась. Я её в другую комнату отставлял, там была температура до 20-18 максимум. Подкормки у них одинаковые. То есть они получали гуматы. Вместе с гуматами они получали обычное комплексное удобрение в половинной дозе. Обязательно в половинной дозе бегонии вот именно минеральными удобрениями, солями, их удобрять как бы не очень-то. Они тогда очень жируют и неохотно цветут. Вот эти вот бегонии цветут хорошо и видно. Вот здесь вот тоненький ствол, этот черенок, который мне достался. А вот с этого момента выше вот этого вот листа, вот этот вот лист начал сохнуть, пока я её укоренял. Дальше она укоренилась и дальше она уже пошла толще, но при том уходе, который я ей даю. То есть они уже все зацветают, хотя этот черенок был слабее всего. Он даже вот укоренялся очень долго и даже листья начали так портиться. Вот эта вот бегония уже зацвела, она уже такая увесистая. Это вот были такие вот первые цветы и дальше там цветоносов и цветоносов. То есть она вот выпускает себе ещё и ещё. Конечно, это растение цветёт. Вот эти вот черенки цветут в первый раз, поэтому они как бы ещё, я их не режу, не обрезаю. Пусть они подлиннее растят ствол и дальше я их буду обрезать. А со ствола пойдут уже тогда вот такие вот там побеги. Вот если вы видите, вот это вот внутри, это уже побеги, которые можно будет черенковать. То есть она пусть ими обрастёт. Чего нельзя делать с бегониями и с гуматами? Давайте вам покажу на конкретном примере. На примере вот этой вот, кажется, бегонии. В общем, если у вас есть, например, гумат калия, которым вы подкармливаете ваши бегонии эватиор, цвести они от этого хуже не будут. Если не увеличивая дозу, а я дозу делал слабую, ну, такую как, в общем, слабый-слабый такой чай чёрный. На глаз, естественно, отсыплю. И, в общем, после подкормки у неё вот этот вот лист, после подкормки гуматом калия, этот лист начал хворозить. Почему это произошло? Объясняю. Если вы подкармливаете гуматом калия, я потом способ подкормки поменял, ситуация нормализовалась. Эти я ещё вот не проливал гуматом калия. Эти на натрие. Поэтому, если вы поливаете, например, гуматом калия и поливаете удобрением универсальным, которое само по себе содержит калий, или, например, вы полили гуматом калия, а потом ещё бахнули монокалий и фосфат, захотели корешки порадовать. Но корешки не очень-то и порадуются. А всё потому, что излишек калия, который растение получило первое с гуматом калия, которых всё равно тут калий есть, и потом получило ещё калий вместе с монокалий и фосфатом, соответственно, излишек калия угнетает много элементов. Одни из которых чаще всего это магний, то есть если угнетён магний, лист хлорозит. Вот этот вот лист, он был немного вот хлорозный, он восстановился. Дальше, после того, как я перешёл на гумат натрия, я применял калия единожды. Этого единожды оказалось достаточно, вот конкретно для этого растения, а этих такого нету. Дальше, естественно, гумат натрия. Гумат натрия можете применять и сочетать его с теми удобрениями, которые не содержат в себе значительное количество калия. То есть, пожалуйста, следите за сбалансированным питанием ваших растений. Если у вас какие-то трудности возникли с бегониями в этиор, то, пожалуйста, первое, что проверяйте, это температуру, не слишком ли им жарко. И второе, проверяйте, конечно же, почву и освещение. Освещение они любят рассеянные, непрямые солнечные лучи и, естественно, не сильную такую вот жару. Хотя, обращу ваше внимание на то, что эта бегония стоит вообще вот на... Она стоит в тени, но если рама закрытая, то там температура вот подымалась несколько раз до 40 градусов. Но это было непродолжительно. И эта бегония чувствует себя значительно лучше, чем те, которые таким колебаниям не подвержены. Но она стоит не на прямом солнце, она стоит на притяненном месте, куда прямые солнечные лучи вообще не попадают. Вот так вот бегония и латиор выглядят. Цветут себе и пахнут. И скоро я буду снимать уже с этих вот растений черенки. Буду их также укоренять. Как я это буду делать, подписывайтесь, чтобы увидеть. И делитесь своим опытом, как вы выращивали бегонии и латиор. Всего вам самого лучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всего вам самого хорошего. До новых встреч.